Продолжение забастовки и разгон протестующих, что сейчас происходит в Беларуси. Силовики начали разгонять протестующих. В Минске продолжается национальная забастовка, которую объявили 16 августа. Силовики разгоняют протестующих, но беларусы выходят на протест, что сейчас происходит в стране, в материале РБК Украина. Умер раненый в Бресте протестующий в госпитале умер мужчина из Бреста, который пострадал в ходе протестов. Ему было 43 года. Фото, протестующий, который умер, tat.by. Китай выступил против создания внешними силами раскола в Беларуси, Министерство иностранных дел Китая выступило против вмешательства внешних сил в дела Беларуси. В ведомстве говорят, что Китай и Беларусь являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. Мы надеемся и верим, что Беларусь может поддерживать политическую стабильность и социальный мир своими собственными усилиями, заявил представитель МИД КНР. Шахтеры намерены объявить голодовку, лидер стачкома Беларуськалия Андрей Бакун предложил объявить голодовку. Его поддержали. Однако этот вопрос еще должны вынести на голосование бастующих. «Чтобы защитить наши права у нас не остается другого выбора, или я его не вижу, поэтому я предлагаю объявить голодовку», — сказал он. Разгон и задержание протестующих в Минске возле минского тракторного завода МТЗ силовики разгоняли собравшихся людей. Среди них были работники завода, которые накануне написали заявление на отпуск за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков. Сообщается, что уже есть задержанные, фото, протест возле МТЗ, ТАТ.БАЙ. У здания Белтелерадиокомпании тоже начались разгоны. На заднем дворе стоят автозаки. Люди пока разбежались, но планируют собраться снова. Забастовки продолжаются шахтеры Беларуськалия вышли на забастовку. Сотрудники компании заявили, что будут каждое утро проводить акции протеста на главной площади. Анонсированы новые протесты в Беларуси, оппозиционные телеграм-каналы публикуют информацию о новых протестах в стране. В Минске весь день продолжают поддерживать рабочих у их проходных. МАС, МТЗ, Атлант, Белкоммунмаш, БТ, ОНТ, СТВ. В 18 часов ровно планируют протест возле здания Министерства внутренних дел, что на проспекте независимости. В других городах продолжают поддерживать предприятия, которые бастуют. Тихановская записала новое видеообращение Светлана Тихановская выпустила обращение к ЕС и призвала его лидеров не признавать выборы в Беларуси. Она заявила, что выборы 9 августа не были нечестными, не прозрачными. Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира, заявила она. Напомним, Координационный совет оппозиции ответил на обвинение Лукашенко в захвате власти. Тем временем в штабе Светланы Тихановской просят сторонников добиться от местной власти непризнания результатов выборов.